Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Это быстрое включение для всех пользователей Бинанса, особенно для тех, кто из России. Ведь на Украине с этим пока что все еще нормально, а в Белоруссии так уже были проблемы. Но не спеши переживать, деньги не будут блокировать пока что. Слава богу, их все еще можно вывести. Итак, Бинанс заблокирует почти весь функционал для пользователей из России. Ну как почти? Практически весь. Ведь все, что можно будет сделать, это вывести свои деньги. Ни поторговать, ни ввести деньги на Бинанс не получится. Пока что это касается только аккаунтов с криптовалютой более чем на 10 тысяч евро. В эту сумму входят все криптовалюты на Бинансе, операции в стейкинге, в трейдинге и так далее. Аккаунтами, на которых общая сумма криптоактивов меньше 10 тысяч евро, аккаунты, на которых общая сумма криптоактивов меньше 10 тысяч евро, пока что под эти санкции не попали. Но это пока что. Я бы лучше все-таки вывел бы деньги с Бинанса прямо сейчас. Это сейчас не самая надежная платформа. Поэтому я рекомендую диверсифицировать не только свои инвестиции в криптовалюту, как мы раньше говорили, но и кошельки для ее хранения, а также биржи, на которых ты торгуешь. Например, не держать 100% криптовалют только на Бинансе, а держать по 20% криптовалют на 5 биржах. А еще лучше, если ты не торгуешь, хранить это все на каком-нибудь аппаратном кошельке. Я, например, сейчас активно тестирую биржи Bybit, Okex и KuCoin. Кстати, ссылки будут в описании. Это мои реферальные ссылки, если не жалко, можешь зарегистрироваться по ним. На самом деле это приносит сущие копейки, но мне просто приятно, что по моим ссылкам кто-то регистрируется. А теперь, предвидя множество вопросов, я отвечу на каждый из них наперед, словами технической поддержки Бинанса. Я даже их выписал в отдельный документ. Ну, конечно же, самый главный вопрос, который возникнет у любого пользователя после таких новостей, а не прекратит ли Бинанс полностью обслуживать пользователей из России? Пока что не прекратит, ребята. Но они будут следить за политической ситуацией и могут расширить санкции вслед за международным сообществом. На самом-то деле доверять их ответам сейчас не самое благое дело, потому что они уже обещали не ограничивать учетные записи российских пользователей, но сегодня они это сделали. Опять же, вслед за международным сообществом. Если на твоем аккаунте сейчас больше 10 тысяч евро, не переживай, у тебя есть возможность их вывести на любые криптокошельки в любое время. Пока что. Если стоимость твоих активов на аккаунте превысит 10 тысяч евро по какой-либо причине после 25 апреля, произойдет все то же самое. Твой аккаунт будет ограничен, ты сможешь только вывести свои деньги. Как долго все это будет происходить? А вот этого уже никто не скажет. До дальнейшего уведомления. То есть, когда международное сообщество начнет снимать санкции с России. А когда это произойдет, бог его знает, и произойдет ли вообще. Далее. Если у тебя есть открытые сделки на бинансе, при условии, что эти позиции в сумме превышают 10 тысяч евро, тебе нужно закрыть их в течение 90 дней. Если что, все эти ограничения касаются также и корпоративных аккаунтов. Открыть несколько аккаунтов на бинансе, чтобы распределить активы так, чтобы каждый аккаунт был меньше 10 тысяч евро, тоже не получится. Если ты новый пользователь бинанса, все то же самое применимо и к тебе. Ты должен пройти процедуру знать своего клиента, а также иметь аккаунт с менее чем 10 тысячами евро на счету. Если ты россиянин, который живет за границей, тебе это тоже не обойдет. Собственно говоря, это самые популярные вопросы, которые могли бы возникнуть. И я думаю, после моих ответов на них, тебе все стало предельно ясно. Я бы на твоем месте действительно бы сейчас переводил средства с бинанса на какие-нибудь другие биржи. Например, на тот же OKEX, который в описании под этим видео тебя ждет. Либо же на KUCOIN, Hobi и другие биржи, которыми ты пользуешься. Если ты не торгуешь, я бы рекомендовал тебе выводить деньги на кошельки. Metamask, Trust Wallet, Ledger и так дальше. Их очень много есть всяких. Многие, кстати, спросят, а зачем вообще это делать? Зачем вводить какие-то ограничения криптовалютным биржам на территории России? А все потому, что некоторые наши уважаемые партнеры, скажем так, очень не хотят, чтобы обходили их уважаемые санкции. А криптовалюта это помогает сделать. Поэтому часть криптовалютных бирж, которые находятся в юрисдикциях Евросоюза и США, уже вводят такие ограничения. И, кстати говоря, бинанс не находится в юрисдикции ЕС и США, но решила присоединиться к таким санкциям, при этом являясь самой крупной криптовалютной биржей на планете. Именно поэтому, наверное, можно будет ожидать такого же шага и от остальных бирж. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую, если не торгуешь, не храни свои деньги на бирже, храни их на кошельке, на том же Трезере, например. Надеюсь, что в будущем все устаканится и наконец-то перестанут кошмарить людей, которые, в принципе, ни в чем не виноваты, а просто хотят строить свою жизнь, зарабатывать деньги и поддерживать благополучие в своей семье. На этом все. Берегите себя. Увидимся в новых видео. До скорого.